Ну а эту лекцию я еще хотел посвятить своей возлюбленной Екатерине Бородиной, которая, в общем, для меня неиссякаемый источник вдохновения, поэтому, Катя, это все для тебя. Спасибо. Собственно, введение в квантовую физику, когда люди говорят о том, что такое квантовая физика, обычно представляет что-то такое загадочное и непонятное. Давайте мы попробуем все-таки разобраться, почему так считают, а чтобы понять, что необычного в квантовой физике, мы должны сначала понять, что же такое обычная физика. Вот обычная физика — это такой достаточно простой способ описания поведения систем различных. Для того, чтобы понять, как ведет себя система, мы должны, первое, определить ее положение в пространстве, второе, надо понять, куда она движется в этом пространстве, то есть помимо координаты нам нужно еще знать, ну, грубо говоря, как эта координата изменяется, то есть скорость. И, наконец, порядок того, где частица или система находится в процессе своего движения. Это время. То есть сначала первую секунду в одном месте, во вторую секунду в другом месте и так далее. Действительно, зная координаты движения частицы, скорость ее движения, можно предсказать ее положение в любое время, в любом месте. Как это делается? Для этого используется так называемое фазовое пространство, где одновременно у нас отложены импульсы и координаты. Пространство это, ну, не в пример обычному нашему, оно шестимерное. Но вот здесь в проекциях на оси я изобразил поведение одной и той же системы, эволюция из точки 1 в точку 2. Просто какая-то абстрактная система. Вот еще в 18 веке, в 17-18 веке, Лагранж и те люди, которые тогда занимались механикой, там, Лагранж, Ньютон, Лебнец, они обнаружили, что вот при таком описании система почему-то выбирает одни траектории и избегает других траекторий. Вот этот факт, он привел к пониманию того, что существует некий критерий, к которому следуют абсолютно все системы. Критерий этот был назван принципом наименьшего действия. То есть существует некая величина действия, вот здесь она в виде такого страшного интеграла изображена. Это разница между кинетической энергией, то есть некая кинетическая составляющая движения, и потенциал поля, то есть поле, в котором происходит это движение. То есть если мы с вами едем из Москвы во Владивосток, то, казалось бы, должна быть какая-то прямая траектория. Проблема в том, что прямая траектория от Москвы до Владивостока проходит через земную кору. И, естественно, потенциальная энергия движения через земную кору, она намного больше, поэтому если мы будем рассчитывать минимальное действие из этого интеграла, то мы обнаружим, что не просто это прямая линия, а это какая-то кривая линия, да еще и такая от Москвы до Владивостока, которая проходит по северным широтам, потому что там вот у нас пространство более плотное, то есть там расстояние между долготами различными, оно короче, чем, например, ближе к экватору. Вот все это, топология движения, потенциальная энергия движения, оно сокрыто в действии. Эйлер совместно с Ютоном, они занимались, помимо всего прочего, еще понятием бесконечно малого и дифференциальным исчислением. Вот они достаточно, ну, не то что легко, тогда это было сложно, сейчас это знает каждый второкурсник, обнаружили, что вот для такого уравнения существует критерий, который позволяет определить наименьшее действие. Физический смысл этого критерия — второй закон Ньютона. Ну, по факту это такое достаточно сложное интегро-дифференциальное уравнение, которое мы обычно решаем. Ну, последнее, что стоит добавить здесь, это то, что вот к концу 19 века знание в дифференциальном исчислении и в физике, в механике, оно полностью основывалось вот на этой функции, на функции Лагранжа, которая стоит под интегралом интеграла действия. И считалось, что на основе принципа наименьшего действия можно описать абсолютно любую систему. То, как она себя будет вести через сто лет и то, как она вела себя сто лет назад. Когда там на заседании английской академии наук Лорд Кельвин говорил, что практически все в физике изучено, он на самом деле не лукавил. Ну, он понимал, что вся механика уже раскрыта, там в электродинамике Максвелл написал свое уравнение, и, в общем, все замечательно. Только там непонятно, как черное тело функционирует, и почему-то излучение вот оно дискретное, а не непрерывное, не знаю почему, но он здесь не лукавил, считал, что решения для этого существуют, тем более, что уже тогда много экзотических теорий на этот счет существовало. Действительно, вот примером... А, да, еще стоит добавить, что когда мы в быту рассматриваем поведение системы, мы имеем дело с действиями достаточно высоких порядков, там порядка мегаджоуля. И если мы начнем делать более маленькие действия, то есть изменять систему на совсем небольшую величину по энергиям, то, в принципе, мы могли бы так делать до бесконечности. Так нам говорит классическая теория. Оказывается, это не совсем так. Оказывается, в природе существует минимально возможное действие, меньше которого совершить нельзя, никаким образом. Вот примером малых действий является электромагнитная волна. Как вообще, что собой представляет электромагнитная волна? Вот в природе существуют электрические заряды. Электрические заряды создают вокруг себя электрическое поле. При движении эти электрические заряды начинают менять структуру электрического поля, которое они создают. То есть электрическое поле становится переменным. По уравнению Максвелла переменное электрическое поле генерирует переменное магнитное поле. Переменное магнитное поле также при своем изменении может генерировать электрическое поле. Таким образом, с помощью, например, колеблющихся зарядов можно создать переменное электрическое поле, которое в свою очередь генерирует переменное магнитное поле, которое будет генерить переменное электрическое поле. И так, соответственно, до бесконечности. То есть что нужно, чтобы запустить электромагнитную волну? Вы просто начинаете колебать электрический заряд, и он генерирует эту волну, которая, в общем, будет распространяться в пустом пространстве все время жизни Вселенной. Ну или пока не поглотится чем-нибудь по пути. Рассматривая поведение электромагнитной волны, мы можем обнаружить, что ее излучение в результате теплового движения электронов оно достаточно, скажем так, противоречивое. То есть вот смотрите, мы берем электромагнитную волну, количество электромагнитных волн в среде, оно зависит от длины волны или от частоты, деленной на скорость. То есть вот верхняя формула — это количество волн, которые можно сгенерировать в единице объема. И по половине тепловой энергии на каждую степень свободы электромагнитной волны, то есть на электрическую составляющую и магнитную составляющую. Тогда интенсивность — это что такое? Это количество волн, которые мы можем сгенерить, умножить на энергию. Все просто. Мы получаем зависимость, это четвертая формула интенсивности излучения от частоты, что чем больше у нас частота, тем выше у нас интенсивность излучения. То есть оказывается, что при тепловом движении все тела должны при нагреве светиться синим цветом. А даже ультрафиолетовым и так, в общем, до бесконечности. То есть это называлось ультрафиолетовой катастрофой. Действительно, вот рассматривая электромагнитную волну, как волну, которая генерируется в результате теплового движения заряженных частиц, то есть атомов, вокруг которых двигаются электроны, электроны двигаются при этом и испытывают ускорение при тепловом движении. Оказалось, что описать невозможно, потому что опыт показывал, что на низких температурах тело у нас красным цветом светится, потом желтым. Ну и в принципе оно даже синим может светиться, если вам позволяет зрение оценить на такую достаточно высокую интенсивность излучения. Тогда Планк предположил, он сказал, что не непрерывно электроны излучают электромагнитную волну, а излучают они только порциями. При этом порция эта, она с определенной вероятностью должна генериться. Это вот шестая формула, которая показывает вероятность генерации фотона. Сам Планк тогда этой формулы не знал, но он примерно знал, что это, скорее всего, обратная экспонента. Это потом уже Базе и Эйнштейн, они вот эту формулу вывели. Тем не менее, он точно понимал, что интенсивность излучения, это то же самое количество волн, которое у нас есть, умножить на энергию волны, которую мы можем излучить, то есть аж омега, и на вероятность этого излучения. То есть тело может излучить, а может не излучить в результате теплового движения. Это было просто предположение, но тем не менее, когда он подставил это все в экспериментальные результаты, обнаружилось, что да, действительно, у нас сначала идет рост интенсивности. Это он отнюдь не квадратичный, он кубический. А потом спад, естественно, экспоненциальный. Существование вот такого принципа, когда у нас излучение происходит порциями, породило как раз понимание того, что изменения именно в электродинамике, но и позже в целом в системах с малым действием, оно имеет некий предел. Этот предел — это постоянная планка. И вот рассматривая эволюцию такой системы, оказалось, что вместо точки на фазовой траектории мы имеем просто какую-то плюху, которая имеет площадь там порядка постоянной планка. И если мы хотим уточнить место, где находится система в данный момент, или импульс, то есть с какой скоростью эта система движется, то оказывается, точно мы этого сделать не можем. Уточняя координату, мы теряем понимание, какой имеется импульс. Уточняя импульс, теряем понимание о том, какая координата находится. Вот если мы, например, возьмем фотоэмульсию, в которой у нас отметился трек заряженной частицы, увидим какую-нибудь такую, например, линию. Но если мы начнем уточнять между точкой 1 и точкой 2, которые очень близко друг к другу находятся, где же именно находилась эта частица, то окажется, что по уравнению Лагранжа мы уже не сможем правильно предсказать эти места. То есть вместо того, чтобы из точки 1 попасть в точку 2, система эволюционирует сложным образом. И в каждый момент времени, пытаясь поймать эту частицу, мы будем ее находить в очень даже неожиданных местах. Конечно, понимание того, что мы, по сути, потеряли... Ну, то есть, понимаете, вот в 19 веке люди точно знали, как будет эволюционировать система. Они знали, что такое фазовая траектория, могли найти ее, могли понять, что с системой будет дальше. Но тут внезапно оказалось, что для малых систем это невозможно, принципиально невозможно. Сразу же возникло двоякое чувство, что с одной стороны, может, мы что-то не понимаем, а с другой стороны, да нет, действительно природа именно так должна быть устроена, и нужно просто... Нужны новые методы для того, чтобы анализировать то, что происходит. И этим новым методом было введение функции состояния. Функцию состояния ввели в шутку. Тогда существовала, собственно, полемика между сторонниками квантовой теории и классической теории. И, то есть, полемика заходила так далеко, что, например, Шрёдингер, он просто сказал, ну хорошо, если вот у вас там частица описывается каким-то волновым состоянием, которое одновременно может быть и волновое, а может быть и в виде частицы, то тогда вообще можно написать какое-то волновое уравнение. Вот вкратце оно выглядит так достаточно просто. На самом деле, там, если мы начнем расписывать каждую величину, все усложнится существенно. Но, тем не менее, то мы получим, что система будет находиться одновременно в нескольких состояниях. Это вообще уже не шло, ну, как бы ни в какие ворота. Как так? То есть, одновременно и там в состоянии 1, и в состоянии 2, и в состоянии 3. И тут они вспомнили, что, оказывается, был такой Нобелевский лауреат, буквально там пару лет назад, его Альберт Эйнштейн звали. Так вот он сказал, говорит, что свет, он же не только испускается порциями, но на самом деле он и распространяется порциями, и поглощается порциями. Мы даже за эту Нобелевскую премию дали фотоэффект, назвали этот эффект. И, чтобы его объяснить, он ввел так называемый принцип дополнительности. То есть, если мы описываем систему с одной стороны как волну, а с другой стороны как частицу, то все вместе на самом деле это и волна, и частица. А у нас просто нет возможности описать эту систему в целом. А она работает и так, и так. То есть, сказали, да, это у нас принцип дополнительности, поэтому система находится одновременно во всех состояниях. Только назвали его по-другому, назвали принцип суперпозиции. То есть, до того, как вы измеряете квантовую систему, считается, что квантовая система может находиться во всех возможных состояниях. Но как только вы померили, все уже однозначно. Система находится вот в том состоянии, в котором вы померили. В чем это выражается? Ну вот, если вы бы бросали монетку, то к чему бы это привело? Вы бы, ну, 50 из 100 раз, 52 раза получили бы орел, там, 48 раз получили бы решку. А вот в квантовой механике то же самое. Есть наиболее вероятное состояние, там, которое чаще всего проявляется, и остальные состояния, которые проявляются пореже. И действительно, за, там, большое количество измерений вы все эти состояния сможете наблюдать у системы. И только предсказать вы уже, получается, будете предсказывать не точно, а с какой-то вероятностью. Это было таким хорошим выходом для тогдашней физики, потому что тогда уже существовал и Больсман, который говорил о том, что там порциями между атомами, между собой кинетической энергией обмениваются. И, собственно, Планк чисто статистически смотрел на испускание света. И, по сути, это выглядело такой некой эволюцией термодинамики. И раз для систем с малыми изменениями в действии можно было вводить принцип дополнительности, что это одновременно и волна, и частица, то есть для фотона, для электромагнитной волны, то вот такой французский физик, как Дебройль, он вообще сказал, говорит, ну хорошо, значит, если у нас есть определенная энергия для волны, определенная энергия для частицы, то мы можем наоборот сказать, что вот есть частица, электрон, и мы для этого электрона введем понятие волны. Это понятие называлось волна Дебройля. И на основе вот того понимания, что у нас существует некий спектр состояний, стало понятно, что вот, например, такой системой, где действие не сильно меняется, является атом. В атоме действительно вот на базовом состоянии, N1, то есть ближе всего к ядру, почему не может упасть электронное ядро? То есть вроде бы электродинамика однозначно говорит, он вращается, должен упасть. А оказывается, он должен для этого совершить действие меньше, чем постоянная планка. Поэтому упасть он не может на ядро. То есть Бор просто декларировал, он сказал, запрещается. И, а что это значит? А вот это и значит. И уравнение Шрёдингера для атома решается достаточно, ну так, относительно просто для атома водорода, и там уже дальше посложнее для других атомов. Но в решении этого уравнения мы получаем периодические величины, которые нам говорят о том, что существуют некие дискретные состояния, которые наиболее вероятны. И вот для атома это главное квантовое число, магнитное квантовое число, связанное с особенностью вращения вокруг атома, и орбитальное, связанное с тем, как далеко от атома находится электрон. Такое описание атома, оно позволяет, ну, предположить то, как этот атом будет себя вести в переменном неоднородном магнитном поле. То есть Штерн с Герлахом, они проводили такой эксперимент. Они отрывали от атома один из электронов, ну, это был атом серебра, поэтому там всего один валентный электрон, они его отрывали и пропускали через неоднородное магнитное поле. Поскольку у электрона был собственный квантовый момент, то они предполагали, что в классическом случае у нас не будет вот этой дискретизации, то есть между магнитными уровнями электрона, и просто атомы серебра однородно распределятся, как это вот слева показано. А справа предполагаемо было, что если все-таки существуют дискретные магнитные состояния для электрона, то они должны дискретно передаваться атому, то есть иону серебра, и также происходить должно распределение между атомами, как и между электронами. Просто атомы серебра поймать проще, чем электроны, поэтому вот они игрались именно с атомами серебра. Ну, в физике так часто бывает, что когда мы что-то предполагаем, мы получаем совсем по-другому. И вот реальную картинку, которую они получили, она не похожа была ни на одно, ни на другое. Дело было все в том, что помимо магнитного квантового числа у электрона есть еще так называемый спин, который можно проинтерпретировать как собственное вращение вокруг своей оси электрона. Это на самом деле был совсем перебор, потому что только что мы с вами обсудили, что траекторию предсказать мы не можем. А тут оказывается, что мало того, что существует частица, чью траекторию мы предсказать не можем, так она еще и вращается вокруг своей оси. На самом деле это как бы механическая интерпретация. То есть это интерпретация для того, чтобы мы поняли, что такое вот это взаимодействие спин, которая приводит вот к такому специфическому разделению атомов. На самом деле аналога к такому взаимодействию, как спин в быту мы не знаем, его не существует. То есть если вы хотите понять, а что же такое спин, вы должны посмотреть на эти формулы и вот это вот полное описание того, что такое спин. Как говорил Ландау, если нам не хватает для чего-то фантазии, то в этом случае есть математика. И математика нам позволяет описать, что такое спин. Мы с вами говорили о том, что вероятность используется для описания квантовых систем. Но мы должны на самом деле с вами более-менее понять, а что же такое вот эта вероятностная мера, вероятность. Ну вот примером является как раз броски кубика, то есть вероятность чисто статистическая это число желаемых исходов разделить на число всех вообще возможных исходов. Ну для каждой грани это соответственно одна шестая, для четных и нечетных это одна вторая. Вот в квантовой вероятности, помним, у нас помимо всех возможных событий существует еще актуализированное событие, то есть то событие, которое мы непосредственно померили. И вот как раз для состояния электрона очень хорошим примером именно состояние электрона является. Почему? Потому что электрон, это очень удивительная частица, она из-за своих взаимодействий со своими соседями подчиняется такому принципу запрета, как принцип запрета Паули. Двух одинаковых электронов во всей Вселенной не существует. То есть если электроны взаимодействуют между собой, Вселенная у нас такая, что в ней все взаимодействует со всем, как диалектическая, то двух одинаковых электронов мы никогда не найдем. И действительно вот в любой системе у нас на каждом энергетическом уровне всегда по два электрона. Это электрон со спином вверх, электрон со спином вниз. То есть вот состояние нашего электрона в пучке выражается вот такой формулой, то есть где вероятность 1,2, что спин вверх, вероятность 1,2, что спин вниз, и вероятность единицы, то есть 100%, что электрон спин этот имеет. Описывая эти вероятности, мы можем обратить внимание на то, что если у нас не существует одинаковых электронов, но при этом они на одном энергетическом уровне находятся, то забрав один электрон и померив его спин, вы увидите, например, что он спин вверх. Тогда второй электрон в том же самом базисе будет спином вниз. То есть мы можем однозначно предсказать существование электрона. То есть здесь существование нужного спина у этого электрона. Здесь у нас получается такой вот парадокс, суть которого именно в том, что мы с одной стороны вроде квантовую систему можем только с определенной вероятностью предсказать, а тут просто за счет того, что померили одну из частей этой системы, вторую часть мы уже знаем с вероятностью 100%. Это не просто так на самом деле. Это используется в квантовой информатике. Квантовая информатика, она, ну, сейчас я поподробнее уточню, в чем ее особенности, скажем так, суть. Для этого мы должны вообще понять, а что такое информация? Вот информация — это мера неожиданности события. То есть информация 1 бит — это вероятность либо 0 выпадет у нас, либо 1. То есть вы можете, например, слушать белый шум и случайным образом услышать в кодировке Unicode букву А. Это там произойдет с вероятностью 1 к 65 тысячам. Или увидеть на, вот, включите телевизор, там бой муравьев идет, то есть белый шум. А случайным образом, вот, с вероятностью, которая там указана, 10 в минус какой-то степени, вы увидите какую-нибудь картинку. То есть с точки зрения классической вероятности, с точки зрения классической информации, то, что мы измеряем, оно, ну, как бы, происходит скорее случайно, чем закономерно. Вот в квантовой информации все происходит еще интереснее. Как я уже говорил, существует актуализированное состояние, которое мы померили, а существуют всевозможные состояния. Так вот, вопрос. Если я, ну, взял ведро с электронами, засунул туда руку, достал электрон, он находится в базовом состоянии со спином вверх, то у него точно, то есть, ну, я же мог достать электрон со спином вниз. На самом деле, вот, существует многомировая интерпретация, квантовая механика, которую нам говоришь, на самом деле, в тот момент, когда я доставал этот электрон, вся Вселенная разделилась на две. Я в одной Вселенной, я достал, и мы с вами наблюдаем, электрон со спином вверх, в другой Вселенной точно такие же люди и точно такой же я наблюдают электрон со спином вниз. Квантовая информация. Такая, да, как-то интригующий момент. Вот. То есть, квантовая информация, она позволяет обрабатывать статистические значения не только в нашей Вселенной, но и во всех тех параллельных Вселенных, которые создаются в результате того измерения, которое мы проводим. То есть, грубо говоря, у вас, если у вас был бы дома квантовый компьютер, то он существовал бы одновременно во всех Вселенных. И вы бы могли пользоваться не только вычислительными мощностями своего компьютера, но и вычислительными мощностями всех своих параллельных собратьев. Ну, тут вот, собственно, и показано, что обычный регистр — это всего лишь нолики и единички у вас в стеке, в вашем процессоре, а в квантовом процессоре — это нолики и единички в вашей Вселенной и во всех параллельных Вселенных. Вопросы? — Как современная экспериментальная квантовая физика понимает проблему единицы магнитного поля? — Единица магнитного поля — это в смысле монополь магнитных. — То есть, в общем, с электрическим полем более 10 электронов померили, нашли. — Да. — Значит, во-первых, тут надо начать с уравнений Максвелла. Значит, уравнения Максвелла нам однозначно говорят, что все магнитные линии замкнуты. И это говорит о том, что никаких магнитных зарядов существовать не может. Но есть такая замечательная наука, называется эффективная теория поля. То есть, есть просто теория поля, вершиной которой является уравнение Максвелла, а есть эффективная. То есть, разница тоже. То есть, там просто уравнение Максвелла, а тут эффективное уравнение Максвелла. Суть этой теории в чем заключается? Вот Александр на следующей лекции это обязательно расскажет. Что из этого получается? Но интересно вот что. На больших скоростях, когда у вас двигаются заряды, они начинают взаимодействовать друг с другом таким образом, что они двигаются быстро, а взаимодействие между ними, оно конечно. Скорость света. И вот из-за этого взаимодействия появляются дополнительные электромагнитные волны и дополнительная масса, там масса увеличивается с увеличением скорости. То есть, появляются дополнительные взаимодействия, которые нужно как-то описывать. И вот одним из способов описания тех взаимодействий, которые происходят на больших энергиях, но с малыми частицами, это, грубо говоря, дополнительные частицы. Там мизоны. И вот один из вариантов это магнитные монополи, которые там не просто в эффективной теории поля, а в теории струн существуют. По своей сути, это минимально возможный магнитный вихрь, который может существовать в природе. Вот, то есть, что это значит? Это значит, вы бросаете пробный магнитный какой-то диполь в такой вихрь, и этот диполь проходит окружность и тратит на это действие равное h, постоянная планка. Вот, надеюсь, я... Это лишь математический эквивалент, но не физическое представление. Ну, физический это вот именно такой маленький магнитный вихрь, физический. А по своей сути, да, это такой способ для описания движения систем, маленьких систем в больших энергиях. Можно? Да, да. Мы так и никогда не узнаем, что такое электрон, протон, частицы. Сейчас я вам расскажу. Да, да, да. Значит, я вам... Давайте так. Здесь есть такой момент. Вот, что такое протон? Протон, на самом деле, это ион водорода. И, то есть, вот все, что относится к материи, мы узнаем. Мы это можем потрогать, провзаимодействовать с этим. Но вот, когда вы дальше начинаете дробить материю, то есть, вот электрон вы можете почувствовать. Как, вот радиолюбители, например, знают, они могут почувствовать дробовой шум, например, у себя в приемнике. Этот шум связан с тем, что разное количество электрона генерится на ПН-переходе в транзисторе в радио. Но, если вот вы, например, захотите там повзаимодействовать, ну, с пимизоном, например, то здесь вас, конечно, ждет разочарование. Пощупать такие материалы невозможно. Потому что это не материал, это именно взаимодействие. Поэтому, вот, Александр, да, расскажет про это, что там даже не существует такого понятия, как масса. Там все частицы, они определяются, как энергия в гигаэлектрон-вольтах умножить на время жизни. Вот так. То есть, а энергия умножить на время жизни, это и есть действие, то есть, постоянная планка наша. Можно еще? Да, да, да. Да, вот, когда у нас заряд движется, он магнитное поле у нас получается. Ну, там, как бы, ну, да, по сути, да, переменное электрическое поле генерирует магнитное поле, да. Относительно чего мы вообще понимаем, что он движется? Вот, если мы возьмем два заряда, два электрона, и их одновременно пустим, они будут с одной скоростью двигаться относительно друг друга, они же все равно будут взаимодействовать? Нет. Ну, то есть, если они будут двигаться с одной скоростью относительно друг друга, то есть, они, между собой будут электростатически взаимодействовать. Но если ты заставил двигаться с одной скоростью друг относительно друга, то у тебя характеристики поля от этого не поменяются, от их движения. То есть это все равно, что ты просто два электрона поставил в поле и все. А вот я сижу на земле и вижу, что они двигаются. Нет, тогда это относительно наблюдать. Тогда ты третий заряд, который взаимодействует с теми двумя. То есть все зависит от наблюдателя. Ну, да. Да, это правильное очень утверждение. Действительно, особенно в классической теории, в принципе, там наблюдатель не нужен. Но вот в квантовой теории без наблюдателя вы никуда не денетесь. Поэтому тут даже сторонники божественной теории очень часто за квантовую физику. Спасибо. 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 Спасибо.